Жители Любинского района жалуются на незаконный карьер, который появился на берегу Иртыша. Его начали разрабатывать еще прошлой осенью, а сейчас добыча идет в промышленных объемах. Никаких документов у рабочих нет. Дмитрий Куканус продолжит тему. Вдали от трассы и населенных пунктов. Пока стоит большая вода, проехать карьеру по суше не получится, и попасть в него можно только по реке. Сейчас уже и не скажешь, что еще прошлой осенью в этом месте была суша. Для того, чтобы организовать здесь работу, сначала без разрешения прорыли канал и запустили сюда воду, чем уже нарушили действующее земельное законодательство. Общая площадь, на которой ведутся работы, более трех гектаров. При помощи дальномера инспектор Россельхознадзора определяет размер канала. Около 50 метров в ширину и 300 в длину. Более 15 тысяч квадратных метров сельхозугодий перестали существовать. Еще примерно на такой же площади происходит намыв песка. В управлении Омского сельхознадзора это посчитали серьезным нарушением. В рамках расследования в соответствующие органы направлены запросы с целью установления лиц, причастных к данному правонарушению. Предварительно известно, что данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, предназначен для сенокосов. Но тут бурлит другая работа. Погрузка песка происходит по ночам, и сколько уже вывезено, неизвестно. По информации Управления Росприроднадзора, водный объект Северо-Восточнее Политотдела предоставлен в пользование некой компанией СИП «Гидропродукт». Как раз для строительства водного канала к месторождению песка. Но в сельхознадзоре настаивают, никаких разработок там, где они ведутся, быть не должно. Согласно выписок, полученных с государственных кадровских недвижимости, данные земельные участки, права на них не зарегистрированы. Что указывает на то, что занятие их в настоящий момент осуществляется незаконно. А значит, здесь плодородный слой почвы нельзя было ни снимать, ни перемещать. Нанесен ли ущерб сельхозземлям, еще предстоит установить. Но вот лес по соседству, скорее всего, пострадал. Во время разработки карьера сюда отводили супесь и заилили деревья на высоту около одного метра. Не пройдет бесследно и добыча песка. Мощность такого землесосного снаряда позволяет углубить водоем на 15-17 метров. И если копатели начали разработку без разрешения, то вряд ли у них в планах была рекультивация участка. Но кроме ущерба для экологии очевиден и финансовый урон. Ведь в бюджет не поступают ни платы за использование недр, ни налоги. Дмитрий Куканас, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.